Всем привет, Сергей из Флориды. До переезда в США в 93-м году я жил половину времени, половину своей жизни в России, а половину на Украине. То есть у меня нету патриотизма к одной стране и антагонизма к другой. Значит, люди абсолютно одинаковые, что там, что там. В городе Харькове, где я родился, не было ни одного человека, который говорил на украинском языке. Я собираюсь разрулить две проблемы большие. Это вооруженный конфликт с Россией раз и энергетический кризис на Украине. Но прежде чем я начну, я хочу разделить все население Украины на две группы. Одна группа – это 1% населения, куда входят политики и олигархи. А остальные 99% – это просто народ. Я буду так говорить – народ. Вот этот 1% политики и олигархи – это как раз те самые люди, которые пострадают в случае усиления влияния России на Украину каким-то образом. То ли в случае вооруженного конфликта, то ли в случае прихода пророссийского президента. Вот именно вот эти люди и боятся вот этого процесса. Потому что остальные 99% народ в случае усиления влияния России на Украину, их жизнь никак не изменится, а может быть даже и улучшится. Вроде бы там у пенсионеров пенсия больше стала. То есть врачи будут ходить на работу в больнице, школьники будут ходить в школу, а учителя будут ходить их учить. То есть никаких изменений вообще для вот этих 99% не будет. Вот, как вы и, наверное, пронаблюдали на примере Крыма и Донбасса. Там же большой процент украинцев, и что их жизнь разве ухудшилась? Вот, теперь я непосредственно перехожу к вопросу вооруженной конфронтации. Значит, любые серьезные вопросы должны решаться без эмоций. Потому что, когда включаются эмоции, то решения принимаются не умные. То есть не на эмоциях решения должны приниматься. Как я понимаю, объективная ситуация такая. Армия Украины меньше армии России в 10 раз. По вооружению, по личному составу, по всему. То есть воевать с Россией, Украине, это совершенно идиотское занятие. Нельзя посылать людей воевать, при этом имея нулевые шансы на успех. Неужели это кому-то было непонятно до того, как я об этом сказал? То есть, это объективная причина того, что Украина должна, по моему мнению, должна прекратить какие-либо вооруженные действия и начинать договариваться. Теперь по поводу минских соглашений. Значит, я прекрасно понимаю, что кому-то на Украине, и в том числе президенту, минские соглашения не нравятся. Но, ребята, они уже подписаны, понимаете? Если Украина не выполняет свои же подписанные договоренности, а китайцы выгнали с оплаченного ими миллиарды, заплатили за завод какой-то там вертолетный что ли, а потом китайцы выгнали, то доверия просто к Украине как стране не будет ни у какой другой страны. И никакие инвесторы туда не пойдут, потому что меняется все в любую секунду. То есть, если подписаны соглашения, значит, мне кажется, надо их выполнять, нравятся они или нет. Кроме того, нету альтернативы никакой для, так сказать, мирного разрешения вопроса. Теперь отдельно хочу поговорить о горячих, горячих там головах, патриотах, так называемых Украины, которые кричат, да мы сейчас этого Россию, этого агрессора, сейчас мы там всех байрактарами запуляем, и там этими дживелинами все танки перебьем. Ребят, сколько бы оружия не поставлялось на Украину, армия украинская все равно, как я предполагаю, не сравняется с российской, ни по личному составу, естественно, ни по вооружению. То есть, от того, что там несколько байрактаров приехало на Украину, от этого перевес сил никак не изменился абсолютно. Только в случае конфликта будет больше жертв со стороны украинской стороны, то есть, со стороны Украины. Ну, количество жертв увеличится, видимо, и с российской стороны, но украинское руководство должно, наверное, думать о украинцах, о жителях Украины. Вот, поэтому нужно просто-напросто прекратить любые, ну, с моей точки зрения, прекратить любые какие-то вооруженные вот эти вот стычки там, и договариваться таким образом, как получится и как можно. Следующий такой момент, а, хотел сказать о вот этих горячих, так сказать, головах, в кавычках, патриотах, или же просто, или без кавычек патриот, которые кричат, да мы сейчас Украину там расколбасим и так далее. Ребят, я понимаю, вот это вот 18-летние люди, вот именно так вот настроены по подростковым, и подростковое такое настроение агрессивное. Значит, прежде чем вы поедете воевать и умирать там, вы сами себе только ответьте на вопрос, за кого именно вы собираетесь ехать воевать. За вот этот самый 1%, который я назвал, наверное, за них, правильно? Потому что влияние России вашей семье не угрожает, и вашим друзьям не угрожает, а угрожает именно тому 1%, и то не жизнями, а просто уменьшением каких-то материальных благ. Так, вот, теперь, значит, это по вооруженному конфликту. Теперь по энергетическим делам. Ну, энергетические вопросы решать, это вообще, по-моему, совершенно элементарно. Это вообще совершенно элементарный вопрос. Закупать уголь и газ должны частные фирмы, какие-то бизнесы украинские, а правительство не должно вмешиваться в этот процесс никак. То есть, естественно, любая фирма будет закупать там, где дешевле. Поэтому, если Россия продает уголь дешевле, чем какая-то другая страна, то, естественно, надо закупать у России, и то же самое там и с газом, и так далее, и так далее. Мне кажется, это настолько просто, что дальше уже некуда даже объяснять это. Как-то даже мне неловко, потому что такие очевидные вещи говорить, это очень странно. Еще один вопрос, который я не собирался освещать, но так он выскочил, как бы в голове у меня. Это по поводу русского языка. По поводу русского языка ситуация, с одной стороны, очень грустная, а с другой стороны, крайне смешная. Дело в том, что, как мне кажется, вот эти все гонения на русский язык, это такая, как бы, месть России за вот эти вот, за Крым и Донбасс. То есть, знаете, поговорка, скрутил дулю в кармане. То есть, месть России осуществляется на своих же гражданах Украины. Потому что украинское руководство же не может россиянам запретить на русском языке разговаривать, правильно? Вот и в качестве мести России запрещают разговаривать, там, не знаю, на русском языке своим же жителям Украины. То есть, какой же, никакой логики абсолютно не вижу. Кроме того, это только русскоязычное население Украины, которое составляет, по моему мнению, процентов 80. Это русскоязычное население Украины. В Харькове, вот когда я был в Харькове, это было, наверное, лет 30 назад, вот, значит, там ни одного человека не было, который разговаривал на украинском языке. Ни одного. То есть, если человек родился в русскоязычной семье, то есть, все харьковчане, то я сомневаюсь, что сейчас, по прошествии 30 лет, там, достаточно большой процент начал говорить на украинском языке. Я не верю в это. Человек родился в русскоязычной семье, всю жизнь говорил на русском языке, а потом он вдруг решил перейти на украинский. Не может быть такого. Я не верю в это. Что касается Киева 30 лет назад, тоже я где-то был в Киеве 30 лет назад, там действительно были люди, говорящие на украинском языке, но их было, ну, наверное, процентов 5 максимум. То есть, все равно подавляющее большинство говорило на русском языке. Вот, но сейчас, конечно, я не знаю, может, процент увеличился. Вот у меня все. Я хочу еще раз повторить о том, что я старался расценить все и найти решение всем вопросам без каких-то эмоций. Вот. И всем украинцам, наверное, нужно какое-то мнение, конечно, свое личное иметь, но, опять-таки, оно должно приниматься какое-то мнение безэмоционально, иначе ничего хорошего из этого не получится. Всем удачи, будьте здоровы. Пока. Забыл один момент, поэтому дописываю второй кусок и цепляю второй кусок. По поводу НАТО и по поводу войск НАТО. Мне кажется, крайне наивно предполагать, что НАТО начнет войну с Россией ради того, чтобы вернуть Крым и Донбасс Украине. Ребята, неужели кто-то в это верит? Мне даже как-то стыдно спрашивать. Неужели кто-то верит, что солдаты, не знаю, Германии или Америки войдут в Украину и начнут воевать с Россией ради того, чтобы вот это все вернуть? Ну, давайте, представьте себе фантастическую ситуацию. Этого никогда не произойдет. Но представьте себе, что НАТО действительно там зашло и начало там воевать. Там Крым и это самое. Вы можете себе представить войну НАТО и России на территории Украины. Вы представляете, что вообще останется от Украины, если начнется полномасштабная война между НАТО и Россией, и война будет вестись на территории Украины. От Украины там ни хрена не останется. То есть начнутся эти колоссальные мощности ракеты, бомбы рваться, не знаю, где-то в городах каких-то, не знаю, заводы и так далее, так далее. Да там вообще от камня не останется. То есть, ну, да не будет этого. Никогда НАТО не будет воевать там. Неужели это глупая мысль кому-то? Неужели кто-то в это верит? Потом еще один такой крайне смешной момент для меня. Украинские политики, Зеленский приезжает в Европу и начинает рассказывать им сказки, что украинские войска героически защищают Европу от нападения России. То есть, таким образом, Зеленский и там, ну, и политики, он же не один там эти такие вещи пишет и принимает решение сказать. То есть, украинские политики считают этих европейских руководителей за идиотов, которые можно там какие-то сказочки рассказывать. И лапшу повешали, навесили им на уши. А те, да, да, спасибо, ты героическая Украина, она защищает. Надо нам сейчас свои туда войска везти и дать оружие. Ну, ребят, вы... Ой, ужас какой-то, ужас, понимаете, ужас. Ну, открою вам большой секрет. Европу управляют очень умные люди. И все хитрожопости, которые украинские политики будут им туда пихать, вот эти вот, все вот это вранье, вот эти сказки, эти европейские политики, они видят это все насквозь, понимаете? Еще на шаг вперед. То есть, они будут кивать, вежливо, так сказать, кивать и слушать. Но это не значит, что они это дело в душе над этим не смеются. Все, пока. Удачи. Надеюсь, это последний был кусок.